Миллионы людей, покинувших Украину из-за российского вторжения, наблюдают на расстоянии за ударами по мирным объектам своей страны. Многие помогают ей из-за границы, привлекают к этому международную общественность. В этом участвует женское движение FEMIN, основанное в Киеве, теперь его штаб-квартира в Париже. Одна из лидеров FEMIN Инна Шевченко рассказала Евронюс, почему Украина не намерена сдаваться в этой войне. Украинцы сегодня буквально умирают за свой выбор, за то, что набрались смелости стать демократической страной, за то, что набрались смелости отмежеваться от модели русского мира. Украинцы борются за свое право стать по-настоящему европейским, независимым, демократическим государством. Вот корень этой войны, вот почему Владимир Путин напал на Украину. Одна из лидеров FEMIN считает, что на стороне ее движения симпатии не только феминисток, но и большинства европейцев. Инна Шевченко выступала в Брюсселе в преддверии мероприятия некоммерческой организации «Друзья Европы». Она сказала, что война объединила ее страну и превратила музыкантов, пекарей, врачей, учителей в солдат, боевой дух которых высок. Есть коллективное страдание всей нации, но есть и коллективное мощное сопротивление. Украинцы знают, и мы не устаем это повторять, что если Россия перестанет воевать с украинцами, то войны не будет. Если украинцы перестанут воевать, то не будет Украины. Инна Шевченко родом из Херсона. В завершении интервью она сделала вывод. Если бы не действия гражданского общества и частного сектора внутри и за пределами Украины, то украинские вооруженные силы не смогли бы успешно противостоять российской военной мощи.